Орловская область вошла в число лучших регионов по исполнению майских указов. Данные недавно были озвучены на селекторном совещании, которое провела вице-премьер Ольга Голодец. Задача в том виде, как ее формулирует глава государства, такова. Кардинальные изменения должны увидеть и почувствовать граждане. Наша цель – добиться на Орловщине принципиально нового качества жизни, говорит губернатор Вадим Потомский. Это Первое правительство. Я Олег Рудаков. Здравствуйте. Майские указы президента направлены на решение самых острых проблем в стране. Это и ликвидация очередей в детские сады, и переселение людей из аварийного жилья, и повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, и целый ряд других. Кстати, судя по фактам, Орловская область справляется с задачами вполне неплохо. А посему находится в числе регионов, так скажем, передовиков. Вот что говорил зампред правительства Олег Ревякин. На том совещании под председательством Ольги Голодец он представлял Орловскую область. В полном объеме полности до одного указа президента, которые были приняты и подписаны президентом. И Вадим Ильич Потомский лично контролирует, и каждый раз я ему докладываю. На сегодня у нас ситуация по здравоохранению, мы идем плюсом. То есть у нас средняя зарплата сегодня даже выше, чем мы планировали, на 1000 рублей по средним по врачам. Также сегодня у нас хороший показатель по образовательным учреждениям, по новому закону образовательной организации. То есть весь председательный состав получает зарплату в соответствии с дорожной картой. Это касается и учителей, это касается дошкольного образования, дополнительного. То есть все категории отдельно. Предлагаю детально рассмотреть, насколько реализованы другие распоряжения руководителя страны в нашей области. Вот взять, к примеру, детсадовский вопрос. В указах президента говорится так. К 2016 году в регионах должна быть стопроцентная доступность дошкольного образования. За другие сказать не могу, но в нашем, судя по всему, все возможности выполнить эту задачу есть. Да и все предпосылки для этого отчетливо прослеживаются. В 2013 году было открыто почти 1400 дополнительных мест. Как говорят в правительстве области, положительная динамика рождаемости в регионе сохраняет потребность обеспечения максимальной доступности дошкольного образования. В Лиевных пристройках к детскому саду еще раньше там новый детский сад на 300 мест появился. В городе Орле в рамках 450-летия строится несколько детских садов и школ. То есть новостройки у нас есть и вводят. Ну и, конечно, ремонт существующих детских садов тоже нам дает возможность вводить новые места. В этом году мы уже проторговали и заложили новый детсад в Сырловском районе в поселке Змеевка, новый детсад в Верховском районе. И, кроме этого, мы сейчас планируем еще 2-3 района, где сделаем рабатую реконструкцию. То есть планы следующего года и поручения губернатора, чтобы в следующем году у нас не было очереди с 1 января 2016 года от детей от 3 лет. И мы это сделаем. На сегодня мы уже достигли показателей, что всего детей 653 ребенка в возрасте свыше 3 лет есть очередь. Все. А с 4 лет уже нет очереди. С 5 лет нет очереди. С 6 лет очереди нет. То есть осталось буквально 600 детишек. Но я думаю, что мы в этом году основную работу сделаем. А теперь о других новосельях, пожалуй, даже более долгожданных. По поручению президента по всей стране и на территории нашей области реализуется программа по переселению из ветхих строений. В минувшем году уже расселены жители 120 аварийных домов. До 2017 года предстоит переезд еще почти 2000 человек из 100 с лишним аварийных домов. Так и хочется сказать, лучше поздно, чем никогда. Что же касается нового доступного жилья, тут прогнозы самые что ни на есть благоприятные. Орловская область смогла войти в состав регионов, в которых реализуются проекты по строительству домов эконом-класса. Предположительно, в области будет сдано свыше 300 тысяч квадратных метров. По цене не выше 30 тысяч за метр. Очень даже неплохо против сегодняшних рыночных под 40. Нам необходимо было первое предоставить тот земельный участок или те земельные участки, в которых мы будем реализовывать. Такой земельный участок подан. Заявку для участия мы, собственно говоря, направлены. Она принята. Это 13 микрорайон, 53 гектара. Необходимое условие – это до 15 февраля провести торги по участку, который входит в пилотный проект. Это по 53 гектарам. Хотел бы отметить, что здесь мы торги проведем гораздо раньше, до конца этого года. Поэтому все то, что необходимо нам в свете реализации этой программы, мы выполняем. Одним из самых сложных для исполнения в регионах остается поручение президента об обеспечении бесплатными земельными участками семей с тремя и более детьми. В нашем регионе почти 240 многодетных семей уже обеспечены земельными участками на территории Орла. Совсем недавно еще 100 семей получили участки для жилищного строительства. Определена площадка в Лошаковском сельском поселении, это Орловский район, недалеко от черты города Орла. И в настоящее время завершаются работы по формированию данного массива, который будет в ближайшее время также представлен к жеребьевке. Соответственно, там где-то планируется 600 участков. Поэтому мы планируем всех обеспечить. Радует, что это рядом с областным центром. В программе развития Орловской области до 2024 года особо подчеркнуто, что выделяемые земли должны быть обеспечены всеми необходимыми коммуникациями. Кроме того, в документе оговаривается возможность выбора. Многодетная семья может выбрать или участок для строительства дома, или субсидию из региональной казны на улучшение жилищных условий. Что ж, перспективы хорошие, дело за реализацией. И в качестве итога сегодняшней темы. Президент Владимир Путин уже не раз демонстрировал, что намерен добиваться безукоснительного выполнения майских указов. Хотя сроки у всех разные. Например, 2014 год должен стать годом активного развития сети многофункциональных центров предоставления государственных услуг. Меньше чем через 6 лет в России должны появиться 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. На этой оптимистичной ноте мы поставим точку в обсуждении майских указов. А сейчас обзор событий и наша традиционная рубрика интервью. Мы встретились с заместителем председателя правительства Орловской области, руководителем блока промышленности, имущества и информационных технологий Игорем Козиным. Не пропустите. Глава Орловской области принял участие во встрече президента Владимира Путина с новоизбранными губернаторами регионов. Напомним, на выборах 14 сентября Вадим Потомский получил почти 90% голосов избирателей. Огромное спасибо за поддержку. 365 тысяч – это, конечно, серьезно. Это огромная ответственность. И это не слова на ветер. От меня ждут действия, от меня ждут решения. И тех выполнений, тех обещаний, тех наказов, которые были сказаны гражданами Орловской области. Поверьте, я человек чести, я офицер, я свои слова держу. И мы сделаем все, что обещали в своей предложенной компании. Орловская область будет лучшим регионом Российской Федерации. Спасибо. Орловская область получит более 100 миллионов рублей федеральных субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 2014 году. Эта сумма намного превышает заявленную изначально. Кроме федеральных субсидий, малый и средний бизнес получит поддержку из областного бюджета – 24 миллиона рублей. Эти средства будут использованы по четырем направлениям. Это гранты начинающим предпринимателям – 300 тысяч рублей. Это субсидирование приобретенного оборудования – до 2 миллионов рублей. А также пополнение гарантийного фонда и фонда микрофинансирования. Работники лесного хозяйства получали поздравления и награды. Повод – профессиональный праздник. Подвести итоги работы и наметить планы на перспективу лесничие со всего региона съехались в Новосель. Обязанность управления, обязанность работников лесного хозяйства сохранить то, что мы имеем на сегодняшний день. Цифры говорят сами за себя. Работаю очень много. Что такое 100 дней на посту? Это как раз тот рубеж, когда принято подводить первые итоги. О своем 100-дневном рубеже нам рассказал зампред правительства Орловской области, руководитель блока промышленности, имущества и информационных технологий Игорь Козин. Внимание на экран. Здравствуйте, Игорь Владимирович. Для начала позвольте поздравить со знаковой для вас датой 100 дней в должности заместителя председателя правительства Орловской области. Какими эти дни были для вас? Здравствуйте. Эти дни для нас были достаточно напряженные, поскольку именно в эти дни формировался основной программный документ нашего руководителя региона Вадима Владимировича Потомского. Мы работали над теми документами, которые были озвучены и одобрены в дальнейшем руководством нашей страны по созданию кластера прибора строения. Это направление, которое связано с посещением наших ведущих предприятий, расположенных на территориях городских округов и муниципальных образований. Это также работа, которая связана с непосредственно государственным имуществом и с развитием связи и технологий на территории нашего региона. Также знаковым событием стало и подписание соглашения с Ростелекомом, которое также будет реализовывать целый ряд инвестиционных направлений на территории области. Как отработала промышленность за несколько месяцев этого года? За 8 месяцев текущего года по отношению к предыдущему периоду промышленность показывает устойчиво-стабильные показатели. Здесь необходимо сказать о том, что мы имеем 103,2% к уровню прошлого года. Эти проценты у нас, если сравнить с предыдущими месяцами, полгода, январь, июль, скажем так, они и сохраняются на том же уровне 103,3-103,2%. Какие же предприятия дали такие показатели? Наши предприятия практически по всем видам экономической деятельности показывают стабильные результаты. Но, тем не менее, хотелось бы подчеркнуть именно производство машин и оборудования. Это наши четыре ведущих предприятия. Фрегоглаз, Евразия, предприятия, два предприятия, расположенных в городе Ливны. ГМС, Ливгидромаш и Ливны Насос. И также наш завод Дормаш, расположен в городе Орле. В целом они дают 75% картины на сегодняшний день, но занимают достаточно высокую долю, порядка 20% в общем объеме отгрузки продукции. Очень хорошие показатели по ним. Он составляет порядка 130% к уровню прошлого года, без, так скажем, копеек. Но, тем не менее, конечно же, у нас есть и те предприятия, которые, скажем так, несколько отстают. Да, как раз кому нужно подтянуться? Конечно же, нужно подтянуться нам по двум основным видам экономической деятельности. Прежде всего, это в сфере приборостроения. К уровню прошлого года мы здесь имеем показатели, связанные, значит, недотягиваем 100%. Значит, здесь необходимо еще поработать нам. И предприятия, которые связаны с производством транспорта и транспортного оборудования. Это, прежде всего, наше предприятие, расположенное в городе Немцинске. Это наше предприятие Коммаш. Были небольшие трудности в начале года. Трудности связаны, прежде всего, с нерешенностью рядом вопросов на федеральном уровне по реализационным сборам. И также с теми неопределенностями по сбыту, которые ранее были налажены в связи по Украине. А каков реально промышленный потенциал области? И как закончим год ваши прогнозы? Потенциал у нас достаточно высокий. Причем я хотел бы подчеркнуть, что это у нас научно-промышленный именно потенциал. У нас достаточно высокий и кадровый потенциал. Поскольку на территории региона у нас большое количество вузов и средних учебных заведений, которые готовят для наших предприятий соответствующие кадры. Конечно, по прогнозу мы надеемся, что мы сохраним те темпы, которые у нас на сегодняшний день есть. При этом мы по сравнению с среднероссийским идем с превышением на 2%. Среднероссийский составляет 101,3%. А по сравнению с другими регионами ЦФО, с нашими соседями, у нас картина? По сравнению с нашими соседями разноправленно по всем регионам. Но мы, так скажем, находимся из 18 регионов в середине списка. Поэтому те меры, которые будут предприниматься в дальнейшем по точкам роста именно в промышленной сфере, по поддержке промышленного производства, в дальнейшем нам позволят, безусловно, войти в те задачи, которые поставлены в программе в пятерку регионных лидеров, в том числе и по промышленности. Какие меры предпринимаются для поддержки промышленности? Какие задачи ставит глава региона в этом направлении? Абсолютно те задачи, которые прописаны в народной уже сегодня программе, которые уже опубликованы. Фактически есть те брошюры, с которыми мы работаем. В ближайшие дни выйдут указы губернатора. Сейчас проводится работа по подготовке проектов этих указов. Все направления, которые здесь обозначены, будут в этих указах отрождены. В дальнейшем будут предложены рабочим группам по данным направлениям проработать вопросы. И выйдут соответствующие постановления распоряжения губернатора уже на их реализацию. С точки зрения тех дорожных карт, которые со сроками, с ответственными лицами, с объемами финансирования будут предусмотрены. Для того, чтобы мы их выполняли на протяжении периода, скажем, реализации этой программы. Игорь Владимирович, наши машиностроители будут скоро отмечать профессиональный праздник? Что бы хотелось им сказать прежде всего? Я хотел бы нашим машиностроителям пожелать прежде всего устойчивых темпов роста, нашим работникам, занятых в этой сфере, здоровья, благополучия им, их семьям и процветания нашей машиностроительной отрасли. Спасибо вам за беседу. Пожалуйста. Это была программа «Первое правительство». На нашем сайте obladin.ru вы можете увидеть все ее выпуски. С вами был Олег Рудаков. До новых встреч на телеканале «Первое областное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин